МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До зимы готовые работу городской господарки у осенне-зимовый период обмерковали на сеннешнем посадженне Харвы Канкама. Знайсти место працы. Завтра у Гомеля пройдет шарговый день предприемства. А зараз об этом и иншим больше подробясно. Беларусь не робить выбор по межу сходам и заходам. Про это заявил президент Александр Лукашенко на церемонию ручения доверчих грамот, яка сеня пройшла у Палацы незалежности. Адразу 12 новых послов прибыли из России, Инды, Венгры и Судана. Частка дипломатов будет представлять интересы своей краины в Беларуси по сумещальництве. Это послы Мексики, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Иордании, Ирака, Портухалии, Саудовской Аравии и Панамы. Наша держава имкнется будавать с усими партнерами без выключения равноправные политичные и взаимовыгодные экономичные относины. Беларусь – европейское государство, которое ценит свой суверенитет и последовательно реализует миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Наши подходы хорошо известны. Беларусы привержены свободе и независимости, единству и согласию, созиданию и прогрессу. При этом мы не делаем выбора между Востоком и Западом. Стремимся выстраивать со всеми партнерами без исключений равноправные политические и взаимовыгодные экономические отношения. Нацелены на диалог без давления и принуждения, двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Как убежденный противник конфронтации и донор безопасности в регионе, Беларусь выступает за решение конфликтов исключительно мирным путем. Мы настойчиво работаем над расширением круга своих единомышленников. Лишь объединив усилия в данном направлении, можно обеспечить нормальное, комфортное сосуществование государств и долгожданное спокойствие. Именно этой логикой мы руководствовались, когда предложили начать новую широкую дискуссию по проблеме европейской и международной безопасности. Она, по аналогии с Хельсинки, призвана содействовать разрешению накопившихся противоречий между государствами на обширном пространстве Евроатлантики и Евразии. В области экономических реформ Беларусь избрала путь эволюционных рыночных преобразований, исключающих болезненные шоки для людей. Праца дипломатов у Беларуси начинается официйно сёння после церемонии уручения доверчивых грамот. Миновата с этого символичного момента стартует миссия посла. Але от кожного чекают не символичного, а целиком конкретного уклада у развития двухбаковых относин. Беларусь готова до дальнейшей активизации супрацовничества с Боснией и Герцеговиной. Великий потенциал бачать для нарушивания взаимодействия с Португалією. Есть внедренные макшимости для того, чтобы поглибить экономические контакты с Ираком и Иорданией. Напрацованный потенциал с Аргентиной требует накеровать в новое речище. С Индии уже визначены перспективные проекты и есть домовленности на высшейшем узровне. Настал час повышать узровень двухбаковых контактов с Венгрией. Различывают, что новый посол нашего стратегичного союзника России сделает все, чтобы дать новый импульс относинам во всех сферах. Резкая смена на дворье крыху уплывала на темпы уборки кукурузы на зерне. У некоторых районах на передней задаже работы не проводились. Сейчас в регионе убрано 35% площадь до плану. Это маль 18 тысяч гектаров. Середняя уроджайность зараз складая 67 центнеров с гектара. Самый высокий показчик у аграры у Мазырского района 85 центнеров. Я ниже сирот лидеров по темпах работ. Агульный на молоту в области зараз складая 120 тысяч тонн. Депутаты Гомельского областного совета сёння проанализовали ход реализации державной программы «Здоровье народа» и «Демографичная безпека». На выездным посяджении у Калинковичах не только отзначили досягнутые поспехи, а лея гучили рекомендации по далейшим поляпшенней ситуации. Олег Синцеров потекавился, як зарабить людей большь здоровыми, а их житё большь протяглым. У складе постоянной комиссии по развитию социальной сферы одразу некоги керевников медицинских установ, реальную ситуацию со здоровьем населенства, яны ведают, как никто инше. Державная программа «Здоровье населенства» и «Демографичная безпека» реализуется с 2016 года. И за этот час шарах покажчиков не просто полепшихся, а почав отпорядать сусветному узровню. Положительным можно назвать тот момент, что мы несколько сократили смертность населения. Положительным моментом можно назвать то, что мы на 45% в этом году снизили младенческую смертность, на 6% снизили детскую смертность. Пока шага смиаротной сети не мовлят, на Агумишне зараз удвоя меньше, чем плановалось еще три года тому. Разумцам не всё так добро. Когда медицина зарабила значный крок на первый, и теперь можно помолчить на самых складанных выпадках, то колькость молодых женщин, которые ожидают стать матью, сменшается. Гомельская область снова стареет. Управнание с минулым годом. Сеолита – снижение народжальности больше на 7%. Сирот основных причин называется сменшение колькости зарегистрированных шлюбов. В Калинкевском районе за первую погоду этого года 140 новых молодых семей у супрость 170 лет отремливается в минус 16%. Действие на то, что здоровье человека в первую очередь заезжать от его самого, основную увагу подчас военцового посаджения на дальней развитию медицины, проведенную в Беларуси диспансеризацией, реальную картину здоровья и населенства с власти не дозволила. Час, когда рослое населенство до медиков не изверталося. Для того, чтобы не допустить погаршения ситуации, детость в Калинкевском районе строили мобильные медицинские бригады, которые проводят обследование непосредственно на предприемствах. У вынеку выявленных воров у людей, которые лечили себя здоровыми. Именно то население, которое не проходит диспансеризацию, мы отрабатываем. Это снятие КГ, это осмотр, это измерение давления и базисные анализы взятия. И в том году порядка 2500 было осмотрено, из них порядка 350 взято на разные виды учеты, что позволило вовремя назначить какое-то лечение и дальше уже наблюдать пациентов. В этом году мы это тоже продолжаем. Практику у нас выездные бригады не только на город и на село. Сгодно с официальными дадинами, первое место у структуры смиротности на Гомичне занимаюсь хворобой системы кривозворота, выкликанная у тым-деку неправильным харчаванем. Долучение людей до здорового рода життя сегодня уволят на задачу органов местного кирования и самокирования. У Калинкевском районе упор зарабили на проведение семейных спортивных мероприемств и популяризацию огульнодоступных спортивных занятков на старт поездок на велосипеде. Сгодно с опущными пытаниями, зараз 30% уже хороу райцентра притремиваются здорового галаду життя. На практике это маль 20 тысяч человек. Повысить надо популяризацией и показом своего собственного примера. Мы, например, для того, чтобы ввести скандинавскую ходьбу, просто выходили на улицы города и ходили вместе с палками. Для того, чтобы повысить популяризацию велосипеда, мы каждый месяц проводили велопробеги по улицам города. И таким образом увлекается. Олег Сентяров, Валерий Гопанько, телерадио-компания «Гомель», Калинкевский район. «Гомель» подрыхтовался до зимы. Усе теплокрыницы из пожилцы теплоэнергии отрымали необходные пашпарты. Об готовности городской господарки до работы в осенне-зимовый период и шла размова на сёняшнем посядженне гарвы Конкама. Теплозабеспечение областного центра на 99,6% будет житяуляться от теплокрыниц «Гомель Энерго» и «Гомель Теплосетки». И только на 0,4% от трёх ведомостных котельнях. Стабильное теплозабеспечение города у многим залежить от стану тепловых сеток. Там у сё лета заменили амаль 30 км сеток на передозалеванную трубу. Подчас подрыхтовки до работы в зимовых умовах значная увага надавалась жилёвому фонду. Зараза маль на полторы сотни домов и декапитальный ремонт. До конца года отрамонтуют яшек оля 40 шмат поверховок. Некольки десятков домов утеплили. Большое внимание было также уделено подготовке дорожно-мостового хозяйства города. Приведены надлежащие состояния основные магистральные улицы. Уже выполнен ямочный ремонт 29 тысяч метров квадратных асфальтного покрытия. В настоящее время выполняются работы по улице Советской, Каменщикова, Бочкина. Ведётся реконструкция улицы Федюнинского. Весь комплекс проделанных работ позволяет с уверенностью говорить, что город реально подготовлен к работе в зимних условиях. Нагадаемо, тепленье в квартирах начнут включать, когда среднесуточная температура поветра будет складать плюс 8 градусов альбо ниже на протягу 5 суток. Звычайно, это другая декада Кастричника. Комитет Державного контроля Гомельской области на этот день проведет три горячие линии. Завтра же хори регионы смогут вернуться по вопросам, связанных с эффективностью принимаемых мер, по наведению парадки на территориях и объектах. 27 вересня по пытаниях рационального выкрыстания земельных участков, а 28 вересня горячая линия будет присвечена выкрыстанию объекта у нерухомости. Специалисты будут працавать на промых телефонных линиях с 11 до 12.30. Звертаться треба по номерах у Гомели 23.83.88, 23.83.97. У гэтым годзе у Гомельской области у Международный День Миру, який означается 21 вересня, народилось 53 детяти. Сёння малыши и их мамы стали удельниками традиционной акции Дитя Миру, якая проводится у нашем регионе уже у 12 раз. У родильном отделении Гомельской областной клиничной больницы 21 вересня на свет з'явилось 15 новонародженных. Старшиня областного отделения Белорусского фонда Миру Тимофей Глушаков повиншовал молодых мам со счастливым пополнением у семьях. Усим малышам, народженным у Международный День Миру, присвоенный символичный гоноровый статус Дитя Миру. Мамы новонародженных отрымали специальные посвечения гетага статусу и конверты с грошовым подарункам у 100 рублёв. Виншаванне гоноровое посвечение и материальную допомогу от Гомельского отделения Белорусский фонд Миру в райцентрах мамы новонародженных отрымают на дому альбо на предприемстве, где працавали до декрета. У меня три дочки. Старшая 14, средней 10, потом маленькая 2,5 и мальчик. Если бы мне сказали 2 года назад, 3 года назад, что у меня было столько детей, наверное, бы не поверила. Но муж настоял и сказал, будет мальчик. Так и получилось. Мы выдаем свидетельство, где написано, что в этот международный день мира у них родился дочка или сын. И их обязывает то, чтобы дети их были именно соответствовали этому названию. И они сами, дети, когда подрастут, конечно, они же будут лучше и учиться, лучше будут вести себя. Сегодня в регионе завершился первый этап республиканского конкурса правмайстерства сирот молодых работников инспекции по податках и сборах. Сирот 17 конкурсантов вызначились три переможцы. На приконце кастричнику яны представить Гомельскую областную инспекцию на другом этапе конкурсу, який пройдет на базе Министерства по податках и сборах Республики Беларусь. Под обязанностью в нашем наступном сюжете. Поспоборничать с коллегами в профессийном майстерстве Артем Ткачоу подохватился самостоянно. Молодой человек, працуя головным державным податковым инспектором у центральном районе Гомеля, мая активную житевую позицию, стверждая, что специальность обрал по души. И об этом сбираются расповестия подчас своей презентации. Стараюсь принимать участие абсолютно везде. И вот первый этап хорошо закончился, хорошо порешал тест, хорошо выполнил практическое задание, прошел во второй этап, где буду презентовать себя посредством презентации, расскажу о своей жизни, о работе в своем отделе, почему я выбрал именно такое направление работы. По умовах конкурсу у делу им могут принимать молодые специалисты во взросле до 31 года, працуный стаж яких в податковых органах не превышая 5 годов. Сиротогульные колькости работников Гомельской областной инспекции – 17% – подыходят под вызначенные критерии. Конкурс 100-годовый и проводится с метой стимулирования молодых специалистов до досягнения высшин у профессийной деятельности. До речи, финалистов чекают ответные заохвачивания. Это возможность получения профессионального образования в Академии управления при президенте Республики Беларусь, получения направления туда. Это возможность быть внесенным в резерв кадров на замещение вакантных должностей. То есть это возможность себя показать как профессионала, для того, чтобы в дальнейшем работать, получать и показывать определенные результаты. Переможцу у региональном этапе конкурсу вызначили по трех номинациях. Лепшим работником контрольной службы стала Лазаренко Алина – податковый инспектор со Светлогорского района. Сиротработнику улику податку вызначилася Кондратенко Юлия – инспектор с Чигуночного района Гомеля. А с физичными особами, лепш за инших, працуе Виктория Бартновская с инспекции по податках и сборах Советского района Гомеля. Своё профессиональное майстерство девчатам необходимо будет продемонстрировать на республиканском этапе конкурсу. Евгения Кухаронак, Василь Асипцов, телерадиокомпания «Гомель». Гомельский мясокомбинат шукает новые кадры. У сираду 26 вересня у Гомеля пройдет шарговый день прадприемства. Вакансии самые разностайные – инженер-технолог, майстер, водитель, ветеринарный урач и иншие. По рабочих профессиях махчимы навучанне на вытворчасти с просвоеннем разрадов. Усих зацекавленных чекают с 10 до 12 годин. У городским управлении по праце, занятостей и социальной обороне на Пролетарской, 18. Проект «Профориентир» портала Федерации профсоюзов Беларуси дозволить старшеклассникам выбрать будущую профессию. На сайте подрихтована подробязная презентация специальностей, разностайные парады и материалы по теме. На даденый момент размещена информация об 8 профессиях. До конца года плануется добавить еще 40. Так само з'явятся видеоролики, у яких майстры своей справы поведомить об особистым в опыте працы. Важная складающая проекта – экскурсии на буйнейшие беларусские предприемства. Школьники своими вачима убачить умовы працы, пагутарать со специалистами и убачить переваги той и иншей профессии. Принять уделу такой экскурсии смогут переможцы конкурсов, которые будут проводиться в группах «Профорентира» в социальных сетках. Это и так само иншая новинка. Вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by Далее у эфиры «Де-факто» и «Спортивная гляда». Я с вами развитвуюся. Усяго доброго и до новых встреч у эфиры. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В то время, когда мама провожала старших детей в школу, дома случилась трагедия. На пожаре в Рогачевском районе погиб ребенок. Инцидент произошел сегодня рано утром в деревне Юдичи. В тот момент в доме, в котором проживала многодетная семья, остался лишь трехлетний мальчик. По словам местных жителей, его отец был на работе, а мама повела детей к школьному автобусу. Здесь у нас недалеко остануга, здесь немножко. Ну, проводят, иногда они сами ходят. Ну, самый маленький мальчик почему-то в садик боялся. Она решила его запихнуть в автобус, чтобы он поехал проследить. Пока она там постояла, дом загорелся. Ребенок уходить спал. К моменту прибытия спасателей деревянный дом уже вовсю полыхал. Тело мальчика было обнаружено в углу горящей комнаты. Сейчас работающим на месте следователям предстоит выяснить, из-за чего произошло возгорание. Основной версией случившейся в настоящее время служит возгорание электропроводки. В ходе осмотра было установлено, что электричество к дому было подключено нелегально путем набрасывания проводов на силовую линию электропередач, идущую неподалеку от дома. Назначена судебно-генетическая, пожаротехническая экспертиза. Отметим, что всего с начала года в стране в результате пожаров погибло 9 детей. Любое оставление детей без присмотра МЧС рассматривает как чрезвычайную ситуацию. И неважно, на сколько минут вы оставили ребенка одного на две минуты или на несколько часов. Непоправимая ситуация может произойти в любое время в считанные секунды. А теперь к дорожной обстановке. В регионе она непростая, только за сутки свыше полусотни ДТП. Одно из них произошло в Светлогорске. Здесь травмы получил 54-летний мотоциклист. Водитель автомобиля не убедился в безопасности своего маневра при повороте налево и совершил столкновение с водителем мотоцикла. В результате происшествия водитель мотоцикла с травмами был доставлен в больницу. Хочется обратиться ко всем водителям двухколесного транспортного средства, быть, конечно, предельно внимательными на дороге. Ну и, конечно же, не забывать про личную безопасность. То есть обязательно использовать шлемы время движения на мотоцикле. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Женская сборная Беларуси по гонболу собралась на учебно-тренировочный сбор. Под руководством главкома Томма Жичатора девушки готовятся к квалификационному турниру чемпионата мира 2019 года, который с 23 по 25 ноября пройдет в Греции. Противостоять белорусскому будут сборные Италии, Португалии и Греции. Во дворце спорта «Уручье» работают 18 гонболисток. Гонбольный клуб «Гомель» делегировал в нацкоманду 6 спортсменок. Это крайние Кристина Охравенко, Ирина Дронова и Наталья Котина. Линейные Ирина Мокот и Виктория Шамановская, а также полусредние Екатерина Селицкая. 28 и 29 сентября белорусские проведут два товарищеских поединка со сборной Украины. Матчи пройдут в «Уручье». На финальную часть чемпионата мира отправятся победители групп, а также лучшая команда, занявшая второе место в своем квартете. Центральный матч 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге состоялся в Минске. Между собой играли лидеры «Энергетик» БГУ и «Мозырьская славя». В середине первого тайма хозяева счет открыли. Близнюк головой замкнул передачу партнера. Вскоре гости отыгрались. Курлович реализовал назначенные ворота «Энергетика» в пенальте. На экваторе второй половины игры гости вышли вперед. Цели достиг удара Нуфриева. Правда, удержать победный счет мозырьской команде не удалось. На последние минуты усилиями Садовского столичный коллектив вырывает ничью. Из представителей нашего региона в 23-м туре никому не удалось победить. «Химик» крупно проиграл «Граниту» 1-4. «ЮАЗ» и «Чисть» разошлись с миром 2-2. «Локомотив» и «Волна» так и не смогли открыть счет в очном поединке. 0-0. В турнирной таблице в тройке лидеров по-прежнему без изменений лидирует «Энергетик». «Славия» на второй позиции, «Белшина» на третьей. «Локомотив» занимает пятое место, «Химик» девятое, а «ЮАЗ» – одиннадцатое. В Могилеве прошел открытый чемпионат Беларуси по спортивной гимнастике. В состязаниях мужчин гомельские спортсмены завоевали 4 награды. На счету Дениса Санувонга – 3 серебра в многоборье, упражнениях на коне и перекладине. Кириллу Терещенко не было равных в упражнении на кольцах. Оба гомельских спортсмена в числе кандидатов на поездку в столицу Катара Доху, где в конце октября пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике. На турнире в Могилеве удачно выступили и гомельские юноши. В командном первенстве воспитанники гомельской «Дюшор» номер 4 заняли второе место. Девушки расположились на четвертой позиции. Пять золотых наград выиграли белорусы на международном юношеском турнире по боксу, посвященном памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника. Среди победителей – речичанин Даниил Мороз. Ему не было равных в весовой категории свыше 81 килограмма. Уроженец Жлобин Владимир Новиков также добрался до финала турнира, однако победить своего соперника не сумел. В итоге у него серебро. Бронзу в копилку белорусской команды принес гомельчанин Александр Каревский. В турнире памяти Владимира Ботвинника приняли участие более сотни бойцов из девяти стран. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин